Привет! Сегодня у нас будет видео такое о девочке, поболтать, наливаться чьё кофеёк, о жизни и так далее. И сегодня я расскажу, почему я такая высокомерная сволочь. Может, кто так думает, я не знаю, да? Я так чисто домысливаю, догадываюсь, что люди могут думать, да, обо мне. Почему я не общаюсь, не встречаюсь со своими подписчиками. И вообще, почему я не снимаю влоги. И вообще, такое всё уныние, когда у меня такие классные возможности. Такой крутой город Стамбул, красивый исторически, а я ленивая жопа, сижу дома, по Стамбулу не бегаю, влоги не снимаю и, короче говоря, не развлекаю своих зрителей. Как вы понимаете, это, конечно же, ответы на вопросы, которые у меня были под видео. Я их решила на них ответить вот так отдельно, снять видео и подробно рассказать, чтобы каждому об этом в комментариях не писать. Я подробно сниму об этом видео, расскажу, но вы вот послушаете. Итак, первый пунктик. Почему я такая зазнавшаяся, обнаглевшая и вообще, короче, недоблогер, не встречаюсь со своими подписчиками именно в индивидуальном порядке, на встречи к ним не хожу, подарки не принимаю, ничем не помогаю, на контакт я не иду. Всё предельно просто. Мне кажется, вы все это, в принципе, понимаете. Я хочу, чтобы вы просто встали на моё место. Во-первых, я живу территориально, а центры далеко. В Стамбуле я живу в районе Бахча-Шахир. Это один из самых практически крайних районов европейской части Стамбула. И для того, чтобы мне уехать в центр, я без пробок. Я должна потратить в районе часа времени, примерно, плюс-минус. Если я, например, возвращаюсь по пробкам домой или еду по пробкам, это два часа времени. У меня есть муж, ребёнок, который, да, в садике, но в пять вечера я, как штык, должна быть дома встречать ребёнка. Помимо этого, у меня есть блок, когда раз в неделю я вам сажусь, снимаю видео. Почему я, например, у меня идёт несколько видео с блоком, да, я в одной и той же одежде с одним и тем же макияжем. Потому что я выбираю один день, когда я сажусь, сразу снимаю на неделю видео. То есть один день в неделю уже вычёркивается, выпадает, да. Своих домочадцев, мужа, ребёнка и себя мне надо накормить. Это и готовка еды, ну, где они там пару часов уходят только, да. У меня просто муж и ребёнок часто едят разные. Мне одно и то же. Вкусы у них разные. Это мой, скажем так, косяк. Надо было приучивать к одному и тому же. Ну, что-то у них общее есть в питании, да, но очень часто мне приходится готовить два блюда, а не одно. В общем, неважно, это такая деталь. Просто я вам рассказываю, вот моя бытовая жизнь, как она есть, да. Помимо этого, каждый будний день с 10 утра до 5 вечера у меня есть люди то в терапии или индивидуальные консультации. То, да. Если у человека время неудобно, это кто-то на работе, я оставлю так график, я людей беру позже. Там в 7-8 вечера у меня ещё есть консультации, два часика. Соответственно, каждый человек это час, а то и два бывает. Многие приходят на два часа сразу. Когда там, ну, это проблема зависит от желания человека и так далее. Или, например, кто-то час времени бронирует, а потом продлевает ещё. Это очень часто, чаще такое бывает. А вот, помимо этого, у меня есть собака, которая тоже полностью на мне. Утро, обед, вечер. Пять раз в день мы с ней гуляем, как штык, это моя задача. Вечером гуляю только муж, когда приходят с работы. И, понимаете, вот в таком графике, как я живу, да, я куда поеду, на какую встречу? К незнакомому мне человеку. Вы меня смотрите. Я с вами, может быть, там переписываюсь в комментариях, отвечаю на ваши вопросы. Но я вас в жизни ни разу не видела. Я вас не знаю. И мне так же, как и вам. Вам кажется, что вы мне хорошо, да, знаете? Ну, я-то вас не знаю. Встаньте вот на моё место, да. Абсолютно незнакомый человек. Что у него на уме? Я не знаю. О чём мне с ним просто говорить, с незнакомым человеком? Что он с разной, я не знаю, взгляды на что-то. Ну, просто я не знаю, как создать. Зачем искусственно создавать тему для разговора с человеком, которого ты не знаешь? О чём мне говорить? То есть это заведомо для меня, да, некомфортная ситуация, потому что это не мой друг, не мой родственник, не подружка моя какая-то там из России приехала в Стамбул как туристка, да, и с ней я, конечно, встречусь. Но, во-первых, на это нет времени. Во-вторых, это очень для меня далеко ехать куда-то в центр. Ну, и в-третьих, я не представляю себе, как встретиться с человеком, которого ты не знаешь. Вот честно. Когда ты там общаешься какой-то промежуток времени долгий, ну, окей, это комфортно. Но при этом у меня были встречи с моими подписчицами случайные. Очень часто мне едут, кстати, в центре, когда бываю, узнают, здороваются, там, фотаются вообще без проблем. Ни в коем случае никого не отталкиваю, не отвергаю. Кофе как-то мы можем попить, так вот, если встретились, есть время. Вообще не вопрос. Ну, просто ехать специально, выделять целый день из моей жизни. Ехать в центр города. Сейчас летом, жара. Чтобы увидеть незнакомого мне человека, я не знаю, о чем с этим человеком говорить, беседовать. У вас-то, конечно, может быть, ко мне есть какие-то вопросы. И, честно скажу, очень часто вопросы а-ля о блоге, это понятно, переходят на личные. То есть, помогите мне, подскажите, как мне поступить в этой ситуации, они касаются психологии. То есть, человек со мной идет на встречу, заведомо, чтобы со мной пообщаться, ну, допустим, ну, не а-ля там, как с психологом. Да, в итоге мы сходимся все равно в беседе, потому что говорить, наверное, не о чем, да, на проблемы этого человека. И, может быть, то, что он хотел написать в письме, у меня такое просто было, да, спрашивают меня лично об этом. А я время потратила. Мне еще домой, например, возвращаются пробки и все такое прочее. У меня жизнь там своя какая-то личная. Вот я просто рассказываю, что в моей голове, в моей мысли на эту тему. Поэтому специально там что-то с кем-то как-то я не езжу, не встречаюсь, потому что вас, поверьте, я очень рада, что у меня много подписчиков, меня очень многие смотрят. И у вас очень много приезжают сюда, в Стамбул. Ну, физически просто, мне это трудно сделать. Трудно мне каждому поехать на встречу, выделить день, скажем так, с боевой графикой. Я не против встреч. Если вы случайно меня где-то увидите, то классно, но специально кому-то ехать я, к сожалению, не могу. Но при этом, например, у меня, ну, можно, в принципе, наверное, об этом сказать, недавно была встреча с моей сначала подписчицей, потом моей клиенткой, потом девушка прилетела в Стамбул. И она сама приехала ко мне в мой район. Конечно, я нашла там час-полтора времени у меня было между там работой и жизнью моей. Мы встретились, приятно провели время, мне было очень приятно, мне понравилось. Но человек сам, понимаете, приехал, создал эту ситуацию, ну, как бы попросила встречу, почему нет. Вот, понимаете, у меня было полтора часа времени. Но поехать куда-то в центр выехать, потратить на это время я уже не могла себе позволить, к сожалению. У меня вот, ну, напряженный, скажем так, график жизни. Второй пунктик, да, вопроса. Почему я не снимаю влоги, не шарю в центре Стамбула или там куда-то не езжу и все такое прочее. Это немножко отсылочка к первому, да, к времени, всему такому прочему. Но на самом деле, ребят, я понимаю прекрасно, что до недавнего времени а-ля две недели, когда там началась ковидная вся история в России, новая волна, вся история. Мы-то это раньше пережили, понимаете. У нас здесь другая масочная система, да, мы здесь в масках живем, на улице, в общественных местах и так далее. И как бы мы знаем о том, что есть ковид, можно заболеть, умереть или принести ковид к себе домой, своим родственникам, к своей семье, своим, не знаю, взрослым родителям пожилым. И мы об этом думаем. Стамбул это огромный перевалочный пункт, это метка туристическая, здесь очень много людей со всего мира. И поверьте, эти люди все везут бактерии, бациллы, не только коронавирус. Зачем мне ехать в центр города, снимать для вас, для канала влог, когда это есть определенный риск для меня, для моего здоровья, для здоровья моей семьи. Я это же домой принесу, в свою семью, своему ребенку и мужу. Поэтому уже пару лет я в центре, не помню, когда последний раз была. И если меня можно упрекать и говорить, ну вот есть блогеры, у которых тоже есть дети, они там ходят, фотки делают в инстаграм, тусуются в центре. Это их выбор. Это их зона ответственности и комфорта. Вот я ответственность свою несу за здоровье своей семьи и себя в том числе. Я не хочу подвергать моих близких опасности, так это назовем, или подвергать опасности их жизни. Перейдет эта вся история. Сейчас все вакцинируются побольше, коллективный иммунитет выработается. Уляжется эта ситуация, все равно со временем станет посвободнее в том плане риски заболеть. Я спокойно поеду в отпуск в другую страну. Я поеду в центр, там будут тусоваться, тратить там время, да, там развлекаться. Но просто так без надобности, чтобы снять видеовлог и подвергнуть себя и семью опасности, я это делать не собираюсь. И честно скажу, что нет у меня такой супер заинтересованности. Поверьте, все те же самые руины исторические, и все вот эта история, она не меняется, никуда не убегает. Слава богу, остается в Стамбуле, и уже у меня куча влогов наснято. А в Стамбуле что еще показывать? Все уже было показано ранее. Так что ждать от меня этого в ближайшее время точно не стоит. Когда ситуация будет более спокойная, я, например, поеду там по делам каким-то куда-то, что-то, может, вам поснимаю, или для удовольствия, пожалуйста. Но я не буду это делать регулярным для того, чтобы снять контент на канал, загрузить видос. Люди посмотрели, и вот, типа, всем все хорошо сделала. Нет, не то пальто, короче, да. Я на это время и опасности подвергаться не буду, время на это тратить тоже не буду. А вот такие ответы у меня на последнюю парочку таких вопросов. Я думаю, что вы меня понимаете. Здесь я вообще, честно скажу, ничего такого не было непонятного или грубого. Или, блин, мне кажется, адекватный человек, встав на мое место, будет делать точно так же. Потому что у меня все в порядке, короче, с адекватностью, с распределением важности каких-то ценностей и тому подобное. Короче, мне кажется, все понятно. Если у вас есть вопросы для видео, ответ вопросов, пишите под этим видео, оставляйте ваши вопросы без проблем. Я сниму отдельное видео с ответами на ваши вопросы. Ставьте лайк, если видео вам было интересно и полезно чем-то. И я всегда под видео оставляю свою почту в инфобоксе. Разворачивайте, пишите мне на почту ваши заявки на консультацию персональную ко мне как психологу. Или присылайте ваши истории для публикации на канале. Спасибо за внимание. Всем пока!